Всем привет! Это Картаев Владимир и мы продолжаем говорить о Божьем Небесном Совете. В прошлый раз мы говорили о том, что у Бога есть Небесная Семья, Его Дом, администрация, с помощью которой Он управляет Вселенной. Это Его Небесная Исполнительная Власть. Яхве во главе, Ему принадлежит вся власть, но Он решил разделить Своё управление со Своим Советом, Сонмом Святых. Писание называет членов этого совета по-разному. Утренние звезды, стражи, святые, судьи, боги с маленькой буквы, а также божьи сыны. Вспомните пролог книги Иова. И был день, когда пришли сыны божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. Что здесь описано? Здесь как раз описано, как члены Божьего Совета собираются к Богу на заседание. Не будем сейчас говорить об этом подробно, но страдания Иова полностью объясняются тем, что произошло на заседании Божьего Совета. Мы также упоминали в прошлый раз, что Божьи пророки – это люди, которые допускались на Божий Совет. Вспомните призвание Исаии на служение. Исаия видит Господа, сидящего на престоле. Серафимы взывают – свят, свят, свят. Исаия в ужасе от святости Божьей и от осознания своей нечистоты. И тогда один из серафимов прижигает уста Исаия раскаленным углем, взятым с жертвенника. И таким образом он очищает уста Исаии от нечистоты. И тогда Господь говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас? И Исаия отвечает, вот я, пошли меня. И тут очень важно отметить последовательность событий. Только после очищения Исаия получил доступ к обсуждению в Совете Божьем. Он получил право обратиться к самому Богу. Конечно же, уста Исаии были очищены для того, чтобы через них было высказано Слово Божье Израилю. Но прежде всего, во-первых, он был очистен для участия в заседании Божьего Совета. Дальше мы видим, как Бог обращается к своему Совету. Кого мне послать и кто пойдет для нас? Все происходит примерно так же, как и в случае с пророком Михеем. Помните, мы в прошлый раз обсуждали. Бог обращается к Совету. Он ищет добровольца, который представлял бы весь Совет. Кто пойдет для нас? И добровольцем вызывается допущенный на Божий Совет пророк Исаия. Как мы уже так же говорили, несмотря на то, что Бог обладает верховной властью, члены Божьего Совета, Божьи Сыны, также ангелы и другие духовные существа обладают определенной степенью свободы. Духовный мир очень похож на наш, на физический мир. Человек также обладает определенной степенью свободы. Наши решения, наш выбор действительно влияют на развитие событий. Вот так и в духовном мире. Духовные существа могут либо подчиняться Богу, либо восставать против Его воли. И это серьезно влияет на развитие истории. Мы точно знаем, что некоторые члены Божьего Совета превысили свои полномочия. И давайте прочитаем первый стих 81-го Псалма. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». В этом стихе есть несколько интересностей. Во-первых, в этом стихе два раза используется еврейское слово «элохим». «Бог», то есть «элохим», «стал в сонме богов». «Среди богов», «среди элохим» произнес суд. Большинство из нас знакомы со словом «элохим». Нас учили, что «элохим» – это одно из имен Бога. Однако, как очевидно из этого стиха, не все так просто. Слово «элохим» по своей форме находится во множественном числе. Это как в русском языке слово «ножницы», например. Оно по форме во множественном числе. Одним и тем же словом «ножницы» мы можем выражать либо одну, либо много пар ножниц. Если у нас есть одна пара ножниц, то это не какой-то ножниц, это ножницы. И если у нас 10 пар ножниц, это все равно ножницы. Форма слова не меняется. Она всегда во множественном числе. Вот подобным образом и слово «элохим». Оно по форме во множественном числе. Однако, в зависимости от контекста, оно может обозначать либо одного, либо многих богов. Наиболее часто, более двух тысяч раз, оно описывает бога Израиля – Яхве. В нашем стихе очевидно, что в первом случае слово «элохим» используется по отношению к Яхве. Откуда мы это знаем? Да потому что «элохим» встал. А «встал» – это глагол в единственном числе. Значит, и «элохим» здесь относится к одному. К одному богу. К богу Израиля. Однако второй раз «элохим» – это множественное число. Почему? Да потому что Яхве произнес суд среди «элохим». Чтобы быть среди чего-то, этого чего-то должно быть больше, чем один. Следовательно, бог стал и произнес суд посреди многих «элохим», среди многих богов. Но как так может быть, что словом «элохим» или «богами» называют кого-то еще, кроме Всевышнего бога Израиля? И кто эти «элохим» во множественном числе? Кто эти боги? Что это за сон богов? Собрание богов, как говорится в Септуагинте, или, как говорится в еврейском оригинале, собрание бога? Кого здесь судит бог? Кому бог выносит приговор? Часто приходится слышать, что здесь речь идет о людях, о судьях Израиля. И бог провозглашает суд, выносит приговор человеческим судьям за то, что они не справились со своей задачей, за то, что они не судили справедливо. Давайте прочитаем этот псалом полностью. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Почему считается, что здесь идет речь о людях? Есть несколько причин. И одна из них заключается в том, что Иисус цитирует этот отрывок в Евангелии от Иоанна. И кажется, что фразой «вы боги» он обращается к иудейским религиозным лидерам. Иудеи хотели побить Иисуса камнями за то, что он утверждал, что одно с отцом. «Ты делаешь себя богом, хотя ты просто человек», – обвиняли иудеи Иисуса. Тогда Иисус отвечает им словами как раз из нашего псалма. «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги. Если закон назвал богами тех, которым было слово Божье, описание не может быть упразднено, тому ли, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, ты богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий». И вот Иисус здесь обращается к обвиняющим его иудеям. Мол, Писание говорит, что вы боги. То есть вы – люди, евреи, к которым было обращено слово Божье. Вы боги. Вот так вот считается. Однако аргумент Иисуса состоял не в том, что иудеи – это боги. Он просто цитирует псалом, в котором Яхве обращается к кому-то с этими словами. Вы – боги. Иисус не обращает эти слова к иудеям. Он просто цитирует псалом. Аргумент Иисуса в том, что если Писание называет еще кого-то, кроме Яхве, богами, что богохульного в том, что Он называет Себя посланного Богом, освященного им Сыном Божьим. В словах Иисуса на самом деле нет ничего, что доказывало бы, что в 81-м псалме говорится о людях. Но давайте посмотрим на сам псалом. Можно ли из него сделать вывод, что Яхве обращается в нем к израильским судьям? Как называют существ, этих элухим, которым обращается Яхве? Их называют сынами Всевышнего. Сыны Всевышнего – это то же самое, что сыны Божьи, о которых мы рассуждали в прошлом выпуске. Это члены сонма богов или собрания Бога, Божьего совета. В псалме 88 используются практически те же фразы. Давайте прочитаем. «Небеса прославляют чудеса Твои, Господи, сонм святых – верность Твою. Кто на небесах сравнится с Господом? Кто из сынов Божьих подобен Ему? Грозен Бог средь сонма святых страшнее всех, кто окрест Его». Вот здесь, в этом псалме – сонм святых. А в 81-м псалме – сонм богов. Здесь сыны Божьи, а в 81-м псалме – сыны Всевышнего. Параллели очевидны. Но вопрос – где находится этот сонм святых? На небесах. Кто на небесах сравнится с Господом? Кто из сынов Божьих подобен Ему? Речь идет не о человеческом сонме, а о небесном сонме, о небесном Божьем совете. И в 81-м псалме бог обращается к членам своего небесного совета. «Вы – боги, вы – сыны Всевышнего, вы – члены Божьего совета, но вы умрете, как обычные люди. Вам вынесен приговор». Бог здесь судит не людей. Очевидно, что Бог судит каких-то членов своего совета, своих сынов. За чего судит? Они не справились со своей задачей. Они стали катализатором беззакония и несправедливости среди людей. И об этом мы еще поговорим. Но сейчас хотелось бы сказать еще пару слов о слове «Элухим». Из-за того, что для большинства из нас слово «Элухим» – это имя Бога, нам непонятно, каким образом этим словом могут называться еще кто-то, кроме Бога, кроме Яхве. Для нас слово «Элухим» подразумевает набор атрибутов Бога – везде сущность, всезнание, всемогущество и так далее. Если ты «Элухим», ты – самый настоящий Бог. Однако в Писании словом «Элухим» описываются разные существа. Во-первых, Бог Израиля, конечно же. Во-вторых, члены Божьего Небесного Совета. В-третьих, ангелы. В-четвертых, боги и богини других народов. В-пятых, демоны. А вот еще интересный случай. Помните, как Саул обратился к вызывательнице мертвых, чтобы вызвать Самуила? Когда она действительно вызвала умершего пророка, Саул спросил «Что ты видишь?» И отвечала женщина «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». И в еврейском сказано «Вижу Элухим, выходящего из земли». Так что люди, которые умерли, люди, которые лишились тела, также могут называться словом «Элухим». За словом «Элухим» не стоит набор божественных атрибутов. Элухим в Библии – это существа, чьим адресом является духовный мир. И Яхве – один из многих Элухим. Но никто из Элухим не сравнится с Яхве. Умерший Самуил, конечно же, не сравнится с Яхве. Никто из божьих ангелов или сынов божьих не сравнится с Яхве. Никто во всей вселенной не сравнится со Всевышним Яхве. Тот факт, что в Библии есть множество разных Элухим, множество разных богов, не предполагает политеизм. Бог выше всех. Как говорится в Псалме 96, «Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами, над всеми Элухим». Итак, значение, смысл слова «Элухим» зависит от контекста. Например, что значит слово «Элухим» в этом отрывке из 137-го Псалма? «Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе». Или, как говорится в современном переводе, «Славлю Тебя всем сердцем моим, в окружении божеств воспеваю Тебя». Давид воспевает Бога в окружении Элухим. И, скорее всего, речь здесь идет о Божьем Совете. Септуагинта переводит это место следующим образом. «В присутствии ангелов воспеваю Тебя». Когда мы славим Бога, Его ангелы и даже члены Его Небесного Совета присутствуют. Можно даже сказать, что мы переносимся в тронный зал Бога, где собирается Божий Совет. Однако, заметьте очень важную деталь. Несмотря на то, что Давид славит среди многих Элухим, его хвала, его песня принадлежит только одному – только Богу Израиля Яхве. Почему? Потому что Давид не политеист. Он знает, что никто из Элухим, никто из Божьих сынов не сравнится с Яхве. Только Яхве достоин хвалы и поклонения. Только перед Ним и мы, люди, и все остальные Элухим падаем ниц. Но вернемся к 81-му псалму. Здесь Бог судит некоторых Элухим. Он судит некоторых из Своих сынов, из Сынов Всевышнего. Очевидно, что эти сыны превысили свои полномочия. Они использовали свою власть не на благо, а на зло. Они несправедливо судили, они несправедливо правили. Вот почему Асав восклицает – Боже, восстань! Ты суди землю! Эти Элухим несправедливо судят, поэтому суди ты. Ты унаследуешь народы. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске, но идея здесь примерно такая. Эти падшие Элухим имеют власть над народами. Они судят несправедливо. Они превысили свою власть, но ты, Боже, унаследуешь эти народы. Ты отберешь народы у этих Элухим. Ты осудишь их. Придет время, и ты сам будешь царствовать над всеми народами земли. Аминь. До следующего выпуска, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...